доброго времени суток моя семья моя интернет семья все кто только что ко мне присоединился всем доброго времени суток смотрите вот это вот у меня рукава и мы много едим зелени как вы знаете я выращиваю много разных разных видов зелени и вот рукава вот это вот один вид крупный листовой вот этот видите листик крупный рукава а вот это узенький тоненький это ведь называется рукава орликин я всем советую она более острая чем вот это крупная листовая рукава которую мы обычно едим вот дальше ну дальше помидоры помидоры я еще доедаю те которые закатывала но я вам показывала свой рецепт еще буду показывать салатиком закатаны перчиком из лука очень вкусно получается а то что вы видите вот эти сердечки вот эти сердечки это кислица такая травка в которой необыкновенное количество витаминов c мы сейчас не можем себе позволить купить например помидоры которые тепличные сейчас продают у нас на цена помидор сейчас у нас 250 рублей 300 рублей к нам привозят пока к нам довезут естественно это риск для жизни а во-вторых ну вот как может моя подруга моя приятельница за которую я поручилась 6 детей у нее 6 детей и бабушка больная как она может себе позволить купить за такие деньги например помидоры да ну и выходим из положения как можем обязательно научила добавлять кисличку во все салаты ее для того чтобы детки ее получали витамина c достаточно ну а помидорки пока едим закаточку вот и закатанные кабачки и здесь я их делала как грибочки у меня особый рецепт тоже в прошлом году показывала и вот посмотрите все кабачки у меня в кисличке и джусай и просто лук и петрушка и конечно же получается вот такой необыкновенный кисленький полезный салат вот так мы себя насыщаем и там говорили как-то я показывала что я на постоянной основе вот этих детей у которых 6 человек в семье а вот напротив трое например всегда стараюсь благословлять это как знаете на постоянной основе и меня мне написала одна очень умная леди а почему они не уедут оттуда а потому что вы даже не можете сострадать вы не можете даже понять как человек с шестью детьми может уехать скитаться платить за квартиру кроме того питание добывать детям кроме того работать кроме того дети малолетние вы себе можете это представить вы только себе это представьте и таких у нас много у нас село было из людей многодетные почти в каждой семье в каждой семье от трех и больше от трех и больше вот такая вот такое у нас село было сейчас конечно основная часть разъехалась у кого там двое деток один ребеночек и тем проще они уехали а пути у тех у кого восемь шесть трое четверо пятеро они здесь вот только подумайте поэтому не надо вот такие фразы писать мне в письме пусть уезжают я вам тоже могу сказать пусть бог даст вам здоровья пусть миру мир войны не нужно пусть покроет нас радостью благословениями из неба пойдут я не знаю будут память попадать перепела как знаете в библии же там и был момент пусть пусть вот это слово пусть 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 давайте мы в молитве будем к богу обращаться пусть господь бог нам нас сохранит наши жизни пусть господь бог дарует нам всем любовь человеческое сострадание понимание кто где находится вот и все вот этот ответ мы не можем покупать себе помидоры по таким ценам но их упорно везут зачем-то непонятно не знаю кто их есть нет я знаю кто их ест но жители наш есть их не могут позволить себе не могут а я люблю вас пусть бог благословит вас обильно и и вот такие хитрости вот такие вот благословения как вот например кисличка которая обеспечит ваш организм витамином c на день и вот это вот шикарная рукола которая растет с ранней с ранней весны до поздних заморозков я советую всем сейте 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 пусть бог благословит вас ваших детей ваших родных и близких обильно любовь миром благословениями процветание здоровьем да будет у вас так